Курочка-камышница Поехали мы как-то с сыном Володей на лодке за утками. Долго плавали среди камышей, а уток все нет и нет. Но вот наша лодка выплыла в широкий залив. По краям у берегов камыши топорщится густой зеленой щетиной, а середина залива чистая, не травинки, одна вода. Только видим, вдали на воде что-то чернеет, а что разглядеть не может. Стали подъезжать ближе, смотрим, плывет какая-то птица. Плывет от нас, торопится, а почему-то не улетает. Володя поднял ружье, но в тот же миг птица исчезла под водой. Через несколько секунд она вынырнула в другом месте. Володя снова прицелился и выстрелил. Дробь так и брызнула по воде, а птицы уже нет. Значит нырнула и ушла из-под выстрела. Мы подплыли поближе. Ждем, пока она снова вынырнет. Вдруг я вижу, невдалеке от нас из-под воды показалась какая-то темная точка. Показалась и скрылась. Потом опять появилась и опять исчезла. Приметил я получше это место, взялся за весла и направил туда лодку. Володя глядит на меня, ничего понять не может. Куда ты, папа, плывешь? А я молчу, смотрю в одну точку. Боюсь это место на воде потерять. Подплыл, ближу через борт и вижу. Сидит под водой небольшая птица, лапами за водоросли держится, а головку у самой поверхности чуть-чуть только водой прикрыта. Значит это она головку из воды высовывала. Наберет воздуху, выглядит тут ли мы и опять под воду спрячется. Опустил я осторожно руку. Так как, схвачу птицу? Вытащил наружу и сыну показываю. Вот смотри, как охотиться нужно. Кто это, кто это, спрашивает Володя. А птица бьется у меня в руках. Вырваться хочет. Вся она темная, почти черная, головка маленькая, клюв остренький и короткий, а лапы огромные, зеленые и пальцы длинные, как у цапы. Это, говорю, болотная курочка-камышница. Она очень хорошо по болоту бегает и плавает, и ныряет, а вот летает плохо. Поэтому она и не любит на крыло подниматься. Она и от нас хотела под водой спрятаться, да не удалось. Мы ее и под водой поймали. А знаешь, папа, сказал Володя, давай-ка ее в камыши выпустим. Ведь мы же ее не застрелили. Это не поохотничай. Руками лови. Что ж, давай выпустим, согласился я. Мы подплыли ближе к камышам. Дальше плыть было трудно. Вся вода покрыта широкими плавучими листьями кувшинок. Ну, Володя, гляди, пускай ее. И я выпустил нашу пленницу из рук. Она тяжело пролетела несколько метров, опустилась на воду прямо на листья и вдруг побежала по ним. Да так, ловко, прямо как по земле. С листа на листок, с листа на листок. И скрылась в камышах.